Эрик Вергент публиковал свою статью, разработки, все дела о том, что гравитация это случайный феномен, а не кондументальная сила природы. Опа, по заголовку уже бред. Некорректная оценка. Наш мир, если бы это были остаточные эффекты, он бы не имел такой вид. У нас в галактике же не первая попавшаяся каша, система, которая имеет свои принципы. Тела разнесены относительно друг к другу. Все галактики занимают здесь. Если бы это был остаточный принцип, этого бы не было вообще всего. Яблоко, если бы падала, вот только представь, ты идешь по земле, по остаточному принципу тебя приталкивает земля. Во вторник притянуло к себе, притолкнуло тебя к земле, а в среду нет. Но остаточный принцип это так. Новое видение теории гравитации согласуется с наблюдениями ученых. К большему счету гравитация просто не видит себя так, как в больших масштабах, как предсказывала теория Эйнштейна. Все. Ну что здесь нет? Ну, сразу на помойку. Ну, невменяемые тезисы. Логика – это цепочка произвольных утверждений, созданных для направления на заданных результат, на заданный результат мыслительной, вычислительной деятельности. Логик может быть бесконечное множество. Вопрос в том, куда они направляют деятельность. Логика – это цепочка произвольных утверждений. Дверь солдата и холодильник. Дверь закрылась, солдаты приехали, холодильник сломался. Логика – это цепочка произвольных утверждений, созданных для направления на заданный результат мыслительной, вычислительной деятельности. Тезис некорректный. Вот люди продолжают продолжать вот в этом находиться состоянии. Дон Рептилио. Только я все равно не понял, почему сила тяжести на дневной и ночной стороне одинаковая. На ночной сила приталкивания только от удаленных объектов, от космоса в целом, а на дневной, от соседнего мощного источника отталкивания от Солнца. И нет никакой разницы. Почему? Ну, Дон Рептилио. Здесь вопрос, как вы понимаете, что происходит с Солнцем. Вот гравитация применительно к Солнцу. Уже уже все случилось. Вы зачем ее здесь применительно к яблоку? Пытаетесь найти. Дневная сторона, ночная сторона, без разницы. Неважно день или ночь, вот Земля вместе с Луной, с яблоком, с вами и со всеми нами, она вокруг Солнца идет по орбите. То есть Земля, Луна, мы все находимся в падении на Солнце, но из-за того, что мы движемся, мы вылетаем из этого падения. Если бы мы стояли, мы бы просто обрушились напрямую на Солнце. То есть сила Солнца уже учтена и в этом случае на падение яблок, оно вообще никак не влияет. Оно уже учтено в нашем движении вокруг этого Солнца. Так что вы не поняли, наверное, вот этот момент. Я надеюсь на это. Когда получается, тот же Дон Рептилио, следующее сообщение, тогда получается, что чем ближе к Солнцу, тем сильнее от него приталкивание к планете. Значит, сила тяжести не зависит от ее массы. И еще выходит, что случайно пролетающий мимо Солнца метеорит не притянется к нему, а наоборот оттолкнется. То есть метеориты будут не падать на Солнце, а отскакивать от нее. Не получается Дон Рептилио. Вы просто медленно, спокойно подумаете. Чем ближе к Солнцу? Отталкивание от Солнца, конечно, больше, но и приталкивание больше. Это все зависимая единица на Р-квадрат. Сила тяжести зависит от массы. Потому что, представьте, два яблока падают с одним ускорением. Их одинаково приталкивает. И одно яблоко с тем же ускорением. Если вы поставите какую-то опору, два яблока будут давить больше. Как вы это не можете понять, я не знаю. Сосредотачивайтесь, пожалуйста. Вот, Александр Дронов. Пространство движется и движется ускоренно. Что создает гравитацию материи в пространстве? Материя поглощает пространство на квантовом уровне. Пространство создается в дикогеренции элементарной частицы на Солнце и распространяется во все стороны. И даже огибает материю, которая его поглощает. Покинуть солнечное пространство может только свет, но не материя. Поэтому говорить о бесконечности Вселенной могут только рассуждая о хохломе. Ну вот, просто зачитал. Это вот поврежденный мозг. Здесь как бы даже что-то комментировать бессмысленно. Пространство у человека движется, движется ускоренно. Как вот можно, вот как можно ускоренно двигающееся пространство заметить? Вот пространство не влияет на материю. Вот хоть бегайте вы с пространства, подкидывайте, пинайте. Вот это не влияет на материю, да? Перемещайтесь по пространству. Это на материю не влияет. Такие вот страшные травмы. Это пример травмы. Человек травмирован, интеллектуально травмирована. Маша Кефри. Заходит преподаватель математики в аудиторию, а там сидят семь студентов. Через пять минут лекции 10 студентов покинули аудиторию. Лектор сказал, что осталось в аудиторию запустить трех студентов, чтобы на лекции никого не было. Зачитано. Очень направленный юмор. Интереснее будет спросить Виктора, почему метеорит, летящий на Землю из космоса, все время ускоряется. По теории Катюшек, обратная гравитация планеты должна метеорит отталкивать, значит тормозить. Ну элементарно, не должна она тормозить. Она отталкивает. Вот на единицу вас оттолкнуло, на пять придавило. Продвинулись ниже, на две единицы оттолкнуло, на десять придавило. Это элементарно. Просто силы при отталкивании нарастают, становится больше, чем силы отталкивания. Все просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА